В минувшее воскресенье православный мир отметил День Крещения Руси. В официальном календаре памятных дат этот праздник является сравнительно новым. В этом году он отмечался всего в десятый раз. При этом памятная дата посвящена событиям более чем тысячелетней давности. В 988 году князь Владимир крестил Киевскую Русь. В память о том судьбоносном событии по всей стране произошли праздничные торжества. Не остался в стороне Ислайенский район. В хуторе при Кубанском состоялся крестный ход от храма святителя Николая Чудотворца до поклонного креста, установленного в честь святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Князь Владимир изменил ход истории нашей страны, предопределил ее развитие на тысячелетия вперед. И крестный ход – это возможность приобщиться к историческому наследию нашего народа, почувствовать духовное единство и величие православной веры. Крестный ход объединяет народ, поднимает их духовно, для того, чтобы хуторя и хуторяне немножко почувствовали духовность нашего хутора. Под колокольный звон и с молитвами о благополучии хутора Прикубанского и всего Славянского района, прихожане храма, казаки, жители преодолели более 11 километров. Несмотря на жаркую погоду, все участники крестного хода успешно прошли весь путь. Правда, как они признались, не без Божьей помощи. Второй год Господь нам посылает так, что 28 июля – самые жаркие месяцы, самые жаркие дни и всегда боязно. Как же мы выдержим вот эти 11 с лишним километров общего пути, и однодневного ухода. Господь так облака посылает, он немножко солнышко поприкрывал. Господь дал всем нам силы пройти с молитвой, чтобы нас ничего не отвлекало. У поклонного креста настоятель храма Николая Чудотворца Протеерей Владимир Болюх отслужил молибинг со священием воды. После молебна участники крестного хода отправились в обратный путь – в храм Николая Чудотворца, где его участники разделили праздничную трапезу. Настроение у всех, несмотря на усталость, было приподнятое. Хочется поблагодарить всех жителей хутора, которые собрались на этот крестный ход, прошли. Все шли с песнями, с молитвами, с песнопениями, как положено быть на крестном ходе. Молились все о благополучии нашего хутора прежде всего, о благополучии семей, о достатке, о нашей хлебосольной Кубани. Ароматным чаем и всевозможными пирогами и сладостями угощали всех желающих. Отмечать праздник крещения Руси в хуторе Прикубанском крестным ходом станет доброй традицией. Анна Монастыренко, Андрей Вишневский, Георгий Каринин. Программа «События».